Уже не секрет, что Штаты, будучи фактически государством последние десятилетия, определяющие политику межгосударственных взаимоотношений во всем мире, сегодня рискуют потерять такую доминантную роль в мире, в первую очередь, потому что они боятся, могут проиграть экономическую войну. Потому что в ближайшие, и это высокая вероятность того, что в ближайшие несколько, 3-5 лет экономика Китая опередит экономику Штата, выводит на первое место и станет тогда определяющей сверхдержавой в мире со всеми вытекающими последствиями. Но как минимум последствия того, что американская валюта доллара является резервной валютой во всем мире в соответствии с Бреттом Вудским с договоренностью в июле 1944 года. И если Китай становится первой сверхдержавой, то вопрос, останется ли доллар резервной валютой. Потому что сейчас все экономики фактически считаются в эквиваленте доллара, и все экономики являются взаимосвязанными, перетекающими долларами друг с другом. Внешние обязательства, внутренние обязательства и так далее. И вот этот фактор, кроме того, что он влияет на логику поведения Штатов, он еще не предсказуем в логике поведения вообще международных отношений. А что будет, когда доллар перестанет быть резервной валютой? И все этого страшно боятся. Китай не педалирует ситуацию. Но он вынужден придет к этому, что он будет вынужден диктовать определенные правила игры на мировом рынке, что он уже и предпринимает. И вот это противостояние в какой-то степени и является доминантным сегодня для формирования всей политики международных взаимоотношений. И манипулятивные технологии, о которых мы с вами говорим, они проистекают или вытекают из вот этого противостояния. Потому что, безусловно, Штаты и страны-союзники Америки, ну, как мягко говоря, не хотят и не планируют допустить экспансию Китая с непредсказуемыми последствиями, пытаясь отстоять уже привычный порядок мироздания, который сформировался за последние десятки лет. И они в том числе принимают участие в этих манипулятивных технологиях, чтобы отстоять тот принцип, который существовал и который в большей степени устраивает. И отсюда вот в какой-то степени произрастает вот эта та мировая тенденция, которая годами последние годы уже фактически настала очевидной в противостоянии вот этих сверхдвух сверхдержав. А возможно ли действительно такой отказ или реформа бреттенвудской системы и замена ее, скажем, на две мировые резервные валюты, вот допустим на доллар и юань? И какие будут последствия такого дела? Ну и вообще, насколько будет стабильно, адекватно, мировым реалиям такая система? Потому что, ну даже если вспомнить, то до бреттенвудской системы золотой стандарт был вполне таким мировым эквивалентом для обмена и вроде бы всех устраивал до определенных моментов. А также и бреттенвудская система в принципе тоже до сих пор адекватна мировым отношениям. Или уже назрели какие-то совершенно другие тенденции, которые требуют ее замены? Ну вот очень хорошая ваша последняя часть вопроса. На самом деле действительно не просто назрели изменения, а перезрели изменения. Ведь то, что вы правильно подметили, что одной из составляющих бреттенвудского соглашения была привязка мировой валюты, доллара в частности, к золотому эквиваленту. Уже давно этой привязки нет. Уже давно американский резервный фонд полностью отцепил эмиссию доллара от золотого эквивалента. И сегодня та масса долларов в мире уже никоим образом не привязана к золоту. Она живет сама по себе и является результатом лишь только какого-то субъективного достаточно субъективного поведения федеральной резервной системы штатов, которая по большому счету является в какой-то степени, ну не в какой-то степени, а в полной степени частным предприятием. То есть представьте себе, когда частное предприятие может определять размер эмиссии резервной валюты в мире. Поэтому сегодня уже доллар не является вот настолько привязанным к взаимоотношениям между государствами, основанным на золотовалютных запасах. И события и 98, и 2008 года неярко продемонстрировали, когда уже на фоне даже такой относительно нестабильной мировой валюты появились свои финансовые инструменты в виде деривативов, искусственных обязательств, ценных бумаг, которые раздули этот мыльный пузырь, приведший к событиям 2008 года. Сейчас это продолжается. Мы находимся в этом состоянии, мы из него не выходили. Лишь только каким-то образом стабилизировали, компенсировали те причины, которые были в 2007-2008 году. Не ушли мы от этого. И эти причины остались. Вторая часть вопроса, то есть первая часть вопроса, мы продолжаем жить в условиях финансовой нестабильности, которую никто сегодня гарантировать не может. Нет сегодня механизма и инструмента, который привязан к каким-то реальным факторам, к каким-то реальным инструментам, позволяющим стабилизировать ситуацию. Эта ситуация уже постепенно выходит из-под контроля. Ну, то есть, соответственно, к золотому стандарту вряд ли кто-то на полном серьезе может сейчас обратно привязаться. Эмиссии денег, они ничем не подкреплены, и, соответственно, будут только и дальше раздувать эти долговые обязательства. И действительно оказывается, что в такой экономической модели нет никаких, кроме внешних, принуждений, способов для регулирования и стабилизации финансовой системы в мире, да? Да, совершенно верно. Причем эти внешние принуждения, они лишь только являются производной от решений, принятых американским правительством и Федеральной резервной системой. Все. Точка. Никакого возврата, ну, по моим оценкам, к эквиваленту золотых запасов уже вряд ли возможно, потому что они настолько перекошены сегодня реально, что возвращаться к этому и коэффициенты, мультипликаторы, которые нужно будет там включать, они просто опять будут не эквивалентны реальной ситуации. И к этому точно никто не вернется. Будут искать другие инструменты. Какие? Очень сложно искать. Вот похоже, что мы находимся в состоянии, когда кто-то в определенных кругах, имеющих необходимый объем информации и достаточно полномочий для того, чтобы принимать решения, ищет уже последние годы вот такой инструмент влияния на финансовый мир и на экономику стран, особенно ведущих стран, экономику ведущих государств в мире. То, что касается на второй части вашего вопроса в отношении баланса валют доллар и юань, ну, я думаю, что пока сейчас вряд ли кто-то на него реально ответит, что произойдет тогда, когда юань станет настолько крепким, когда сможет заменить доллар. Захотят ли они делать это, китайцы? Готовы ли они к такому шагу? Достаточно ли у них возможности, чтобы влиять на эту ситуацию? И готовы ли они взять на себя функции, как в свое время взял функции штата на себя, словно говоря, то, что называют в обиходе мирового полицейского. То есть государство, которое влияет, регулирует определенные взаимоотношения в мире.